Наш следующий репортаж из Наманганской области, где удачный бизнес-план, успешно воплощаясь, способствует реализации новых проектов и освоению дополнительных направлений. Такие инициативы и предприимчивость поддерживаются государством. Шухрат Шакиров изучил работу текстильного предприятия, грамотное управление которым позволило запланировать создание теплицы и медицинского центра. Ритм современности. В нем сила обновления, которым охвачена вся страна. Меняются и наши с вами мировоззрения, взгляды на жизнь. Чем ближе к народу, тем яснее проявляются очертания пути развития, ведущего к самой главной цели, связанной с счастливой и благополучной жизнью людей. И каждый визит руководителя страны в тот или иной регион обозначает новые перспективы по переводу в практическую плоскость смелых идей и проектов. То есть жители городов и сел видят результаты глубоко продуманных реформ на собственном примере, становясь непосредственными участниками преобразований. Примером тому, в частности, успешно раскрывающая свой солидный потенциал и Наманганская область, где только в прошлом году реализованы 573 проекта на общую сумму 2 триллиона 461 миллиард 100 миллионов сумм. На основе одного из них свою деятельность ведет текстильное предприятие в Туракурганском районе. Мощность пока еще единственная в своем роде на территории Центральной Азии современной технологической линии равна переработке 42 тонн хлопковолокна в день. С вводом второй очереди этот показатель возрастет до 120 тонн. И, внимание, интересный факт. Предприятие само обеспечивает себя необходимой электроэнергией. Этот газогенератор произведен в Германии. Один кубометр газа вырабатывает 4,5 киловатт электроэнергии. В час этот показатель достигает 4,5 тысяч киловатт. Этого вполне хватает на покрытие потребностей нашего предприятия в данном ресурсе. Тем самым в два раза сокращаются финансовые расходы. Все затраты окупятся в течение 2,5 лет. Во время ознакомления с деятельностью данного предприятия президент отметил необходимость выделения земельной площади для организации теплицы. Вот здесь мы хотим построить теплицу. 11 гектаров расположены рядом с нашей фабрикой. Дело в том, что в час агрегат вырабатывает 100 тонн горячей воды, температура которой достигает 90 градусов. И мы намерены не просто впустую охлаждать, а воспользоваться ею при обогреве теплицы во время зимнего сезона. Здесь планируется внедрить кластерный метод. В этом плане ведется совместная работа с зарубежными партнерами. Всесторонняя поддержка государства расширяет возможности по развитию и других направлений. Предприниматели также вышли с инициативой создания современного медицинского учреждения по лечению эндокринных заболеваний. Совместно со специалистами из Италии, России и Турции ведем работу в рамках разработки и реализации данного проекта. Будут детально рассмотрены все предложения, чтобы деятельность клиники соответствовала международному уровню. В основе же такого стремительного развития все более улучшающийся инвестиционный климат, пользуясь которым представители частного сектора демонстрируют грамотный подход к делу.